Ну вот, нашли выход. Пять мужчин там взяли автомобиль, так и не вытолкнули. Подобных видеороликов в интернете становится все больше. Почти каждый второй саровский автомобилист застревает в снежной колее. На помощь водителям приходят неравнодушные граждане. Из-за обильных снегопадов в городе страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Ольга Денисова каждый день ходит на прогулку с пятимесячным малышом. Иногда у девушки возникает вопрос, на чем ехать. На коляске или санках. А главное, как передвигаться по городу. Я понимаю, что службы на самом деле работают, потому что я хожу по городу очень много. Нагуливаю нормальное количество километров. И вижу, что они действительно работают. Как дворники работают с лопатами, так и техника приезжает. Город не хватает. Ольга признается, что в этом году город чистят намного лучше, чем в прошлом. Но не во всех местах. По некоторым улицам и вовсе нельзя проехать. Ольга шутит. Хоть лопату перед санками ставь. Отдать должное дворникам, конечно. По крайней мере, в нашем районе, в старом. Они чистят очень хорошо прилегающую к ним территорию. Но, опять-таки, тротуары они не чистят, потому что это должен чистить трактор. Трактор, да, иногда проезжает. Но я смотрю, там есть какие-то, мне кажется, элитные, наверное, дома, где тротуары почищены прям очень идеально. И к ним трактор приезжает каждый день. Все хочется узнать, кто там живет. В департаменте городского хозяйства отмечают, что уборка города производится в рамках муниципального контракта, который был заключен на аукционных мероприятиях. На сегодняшний день город убирает дорожно-эксплуатационные предприятия. В нем насчитывается 55 технических единиц. Также при уборке города задействованы и наемные сотрудники, а это еще 22 технические единицы – погрузчики и самосвалы. Ежедневно с улиц города вывозится более 4 тысяч кубических метров снега. Деятельность предприятия организована в две смены. Организована также работа в праздничные и выходные дни. То есть днем в дневную смену работают до 55 единиц техники специализированной. И обеспечен выход сотрудников в районе 65 человек рабочих дорожных. В ночную смену, вторую смену обеспечено дежурство до 7 единиц техники, 5-7 единиц для ликвидации последствий снегопадов и также производства работ по очистке тротуаров в проезжей части основных маршрутов движения транспортных средств. На уборку пешеходных тротуаров задействовано до 4 единиц тракторной техники, а также ручной труд. Уборщики чистят пешеходные переходы, мостовые сооружения, лестничные сходы. Если работа специалистами не выполняется, то предприятие штрафует. Автомобильные дороги, по словам Анны Шампаровой, чистят в порядке установленной очередности. В первую очередь убирается всегда автомобильные дороги, в первую очередь обслуживание, это магистральные улицы дороги, дороги с автобусным движением. И далее обеспечивается проезд коммунальной техники для вывоза коммунальных отходов, для обеспечения проезда пожарных машин, скорой помощи. Вторая очередь обслуживания автомобильной дороги. И дальше уже идёт автомобильные дороги третьей очереди с наибольшей-меньшей плотностью населения. Я имею в виду, что одноэтажные посёлки, там, где не существует беспрерывного, беспрерывного движения транспортных средств. Особое внимание уделяется очистке пешеходных путей около школ, детских садов, медицинских учреждений. Если у вас есть вопросы по уборке снега с территории, можно подать заявку в Департамент городского хозяйства или позвонить по телефону 977-54.